Всем привет! Сегодня у нас будет видео о шоппинге в Турцию. Я хочу немножко рассказать у нас Black Friday, вообще немножко про обман. Вот этот обман, на самом деле, он, конечно, тоже в России есть. Моя сестра работала в этой сфере в торговле, она мне рассказывала, как они условно там сидели, перебивали ценники перед Black Friday и накручивали цену. Здесь тоже такая история есть, но много везде. Они поднимают цену перед скидками, чтобы потом уровень скидки 20-30-40% вышел на ту стоимость, которая была и до самой вот этой акции. Но в России так Black Friday у нас вообще еще не прижилось, честно вам скажу, по ощущениям, в Турции шансов. Это еще не Америка, где это все пошло. Но это более приятно, более выгодно, чем в России. В России вообще еще с этим как бы так чисто только входит, и реальных скидок там по факту очень мало, и вообще их нет на самом деле. Все так все ценники перебивают. Что здесь в Турции? Какой есть обман? И как вообще относятся и не только к Black Friday, а вообще вот к шоппингу? И сейчас курс Лиры вся история. Я вам расскажу, что здесь экономически, и как сейчас вот с шоппингом. Многие собираются и на Новый год в Стамбул посетить. Мне даже подписчики писали, которые на Новый год в Стамбул погуляют. Даже поштем им привезти. Ребята, у меня тут все есть. Спасибо большое. Мне очень приятно. Я бы с удовольствием, может, что-то кого-то попросила условно. Мне было приятно, если вы что-то привезли. Но в плане там, не знаю, шоколадки какой-то, да, нашего такого русского, или там СНГ из Белоруссии тоже, или там с Украины, Казахстану. Но мне очень трудно с вами встретиться было бы, к сожалению. Пробки, это просто жесть. В общем, и у меня времени, к сожалению, нет. Трудно мне будет потом как-то с вами пересечь, что-то забрать. Так что спасибо за предложение, конечно. По поводу шоппинга. Шоппинг в Турции все любят, как туристы, да. Сейчас курс лиры упал, он немножко поднимается. Ну, короче говоря, он упал, по сравнению, месяц назад на 40-30%. Ну, на 30%. И, естественно, сейчас, если в рублях, даже в Тенге или в гривнах переводить на лиру, это выгоднее всегда. Если у вас есть карточка вашего банка, вы тут в Турции, как турист, конечно, сейчас выгодно делать покупки. Когда начала падать лира, возрастал доллар, все ломанули, у кого есть деньги. Люди поняли, что сейчас к доллару, ну, у нас есть в запасе парочка, трех дней, максимум недели. Цены начнут расти, особенно на иностранные товары, на то, что привезено из-за границы, куплено за валюту. Не внутреннее производство турецкое. И у кого есть деньги, начали покупать. У нас скупают машины. В принципе, на некоторые марки из-за... Я думаю, кто в машинах шарит, вы знаете, что, например, BMW. Вот в Турции очень сильно подросли именно эта марка, именно BMW, завод Volkswagen, BMW, Mini Cooper, что-нибудь там еще производят. Вот BMW очень сильно подросли, и именно последние модели, там какой-то чип у них есть, который из-за короны не производится. Там проблемы на заводах из-за локдауна, и именно продажи BMW последних моделей, они стали дороже гораздо. Вот в Турции дефицит, короче, все хотят купить, а их нет. И, в общем, даже старые, старых годов несвежие машины BMW подросли в цене. В Турции, в принципе, машины в 2, а то и в 3 раза дороже, чем в России. Нарлоги, вся история, они иностранные. Все, что за доллар, здесь все дорого. Все, что ввозное, в стране все дорого. И вот машины BMW трудно найти. Даже на вторичном рынке с рук брать уже поезженную какую-нибудь парочку лет, даже трудно ее найти. Они все поднялись в цене, чтобы вы понимали, на полтора миллиона рублей. Стоили там, допустим, условно, 400-500 тысяч лир. Сейчас они стоят 600. 100-150 тысяч где-то. Затем люди, у кого есть деньги, здесь что они начали делать? Они покупают квартиры, потому что они сейчас будут дорожать. Потому что многие материалы привозные, стройка подорожала, квартиры в том числе. Особенно вторичное жилье, потому что оно надежное, проверенное. Они в стройку вкладываются, а вторичку покупают. Бытовая техника. Ну, не прям ломовому все побежали все скупать, честно. У кого есть деньги, кто планировал покупки, они эти покупки совершают. Особенно, если это иностранное производство. То есть, вы знаете, Apple прикрыли продажи, не берут бронь на новые айфоны 13, макбуки. Они остановили продажи своей продукции до стагнации вот этого момента зависания курса с долларом. Потому что даже в новостях могли вы это видеть, в российских новостях я даже это слышала, читала, что и в турецких, соответственно, тоже, что у нас здесь продукция Apple стала дешевле, чем в Америке из-за курса, прикиньте. И все, конечно, рванули, вот Apple покупали эти дни, очереди были, вообще айфон фиг купишь. Бытовую технику, одежду дорогую, да, какие-то дорогие бутики, даже местного производства, не обязательно там, Луи Армания, там, Дольче, Диор и так далее. Очень хорошие есть местные производители, например, Bayman, Bayman Club, Vako, это турецкий бренд Vako. Ну, тоже люксовый, типа, можно назвать, да, сегмент такой, выше среднего цена. Тоже туда не заросла роднородная тропа, все начали скидывать бабки, потому что поняли, сейчас это все будет дорожать. И тут у нас, значит, что, у нас кризис финансовый, лира-то упала, и Black Friday пришел, вот красота. И что делать-то, мы-то, как бы, покупатели готовы сейчас в ажиотаже в этом из-за финансов больше платить, больше скупать, мозги отключаются в панике. Продавцы, что, начали понимать, им невыгодно, потому что доллар растет, все, что у тебя иностранное производство, ну, все, короче, в принципе, надо. Да, поднимается она, а сейчас Black Friday, наоборот, понижать надо, что делать? Конечно, все начали перебивать ценники. Больше, чем на 50-60-70%. Расскажу пример моей знакомой, тебе привет, если будешь смотреть, поулупаешься, мы буквально обсуждали каждый день с ней. Она пошла покупать постельное белье, цена его была 350 лир, с копеечкой, там, 360. И она такая, говорит, ну, я думаю, Black Friday сейчас будет, ну, курс-то понятно, как бы, я, говорит, знала, что цену все равно накрутить. Мы в курсе уже давно всегда вот этот вот обман назовем, накрутка ценников перед Black Friday, она всегда проходит. Но здесь есть бренды честные, которые не поднимались, сейчас о них попозже расскажу. Где действительно какая-то скидка есть, небольшая, но она есть. И я, говорит, пошла в магазин, и вот, типа, Black Friday захожу, а мой постельное белье, которое стоило 350 лир, стоит, внимание, 800. Больше, чем в два раза. И висит ценник о том, что скидка 50% от цен. То есть они мне его хотят, говорит, со скидкой сегодня продать, типа, Black Friday за 400. Педаган говорит, он вчера 350 был, 360. И это я, говорит, еще 40 лир сверху должна заплатить. Просто, говорит, меня взбесил сам факт вот этого обмана. Она говорит, вчера я его в руках держала, а сегодня мне еще на него больше хотят. И выставляют это именно активно, пытается продавец втюхать, продать, на уши лапши навесить. У вас такая уникальная возможность, скидка 50%. Она говорит, да реально, не позвольте. Все, в общем, она с ними в магазин поприпиралась, поругалась, сказала свой эфир, и в итоге не купила. Я тоже не купила. И так делают очень многие. И это магазин такие средненькие, именно турецкое даже производство, никакие не иностранные производители. Кто-то цены сейчас придержал, по-честному. Из одежды я вам про себе просто скажу, что я покупаю, что я ощущаю. Если мы берем то, что у нас в принципе дорожало из-за курса доллара, там, сентябрь, октябрь, месяц, все равно поднимались. Если мы сейчас берем Black Friday скидки, я просто мониторю, например, там, одежду какую-то, или там, ребенка что-то покупаю себе. В плане одежды, там, аксессуаров, сумки, обувь. На самом деле, со скидкой сейчас выходит цена, которая, да, пониже та, которая была летом. По факту, да. Не ниже того, что летом. Ну, ниже не может принести экономика. Ниже не могут, они уже, тебе стоимость, по сути, они отдают вещи. Да, новые ценники, новые коллекции осенние, они уже выше, чем были, там, весной той же. И это логично уже, ну, 30% где-то в среднем повысились цены. Вот Bayman Club, например, не задрал ценники перед Black Friday, начал делать огромную акцию. Просто сделал, сказали, там, типа, у вас, вы не знаете, какая акция, покупая, я вот эту одежду, наверное, я их просто покупала. На вторую вещь большая скидка 70% из новой коллекции, не старье какое-то. Какие у нас тут проворачиваются? Вот Massimo Dutti, например, они всего сделали 20% скидки, Lacoste от 20-30, например, от реальных ценников, которые были. Все они не стали их завышать, но сделали, типа, чуть, ну, небольшую просто скидку, да, чуть-чуть, выгодно, можно, скажем так, выгодная какая-то есть. Я, например, покупаю обувь в магазине Superstep. Онлайн я люблю покупать. Там кроссовки всякие, для спорта, просто для жизни, удобная именно спортивная обувь. Так вот, по обуви, просто я говорю, расскажу, как здесь живу, да, ориентируюсь чему. Мне приходят рекламки, оповещения на почту, я открываю, вижу там, ну, на самом деле, да, так же. Вот они затрали цены выше гораздо, типа, они такие, и делают барскую. Альдо обувь я покупаю, я там еще перестала покупать. Из-за этого принципа мне неприятно было, что они подняли ценник, типа, якобы, эти кроссовки стоят там столько-то уже в два, а то в три раз дороже. И вот мы, типа, барского плеча вам скидку даем по скидке, я получаю, вижу, что эта обувь в месяц назад дешевле еще стоила. Знаете, как вот с постельным бельем рассказывала историю, то же самое. Но там такая накрутка, не 40, или, знаете, а 300. И я такая, да, ну, а, нафиг, не буду я покупать, подождем, в общем, времен мне не к спеху. Просто мне обидно, что меня какой-то злоха какого-то держит, да, что, типа, как там клиент лох купит без лоха, а жизнь плоха. Есть магазины, которые что-то ничего не поднимали, все у них в порядке. Очень часто его мулька, особенно Zara турецкая любит, это Zara в Турции вообще-то, честно говоря, вообще не испортилась. Очень плохое качество, цены, кстати, конечно же, гораздо выше. Они любят такие магазины одежды, которые международные, типа, не турецкие бренды, Страдивариус, может, там Zara, Oshu, что там еще, господи, ну, вы понимаете, да, какие я имею в виду, манго. Они вывешивают старье, которое валялось 2-3 года назад со каких-то складов, и все под шумок, что это, типа, там, скидки Black Friday и все прочее, ставят какую-то цену, может, за которую это все лето пытались на летние распродажи скинуть. Опять это летнее, просто это смешно, зима, и ты идешь там в шелковые летние именно платья, цветочек, ну, что за прикол. Они хотя бы пытаются, знаете, они пытаются навесить какого-то товара, не просто его скинуть, а просто закрыть, создать ощущение, что товар есть, хотя он нафиг здесь не нужен, сейчас не актуален вообще. И они на него, типа, весят большие скидки. Ну, это выглядит по сравнению с как сейчас цену поднять, конечно, платье, там, не знаю, за 200 лир и за 150 это выглядит дешевле, чем рядом новая коллекция висит, там, за 500. Вот это ощущение визуально. И люди ее покупают, реально хватают. Хотя, думаю, блин, да, оно летом валялось, ты его не купила, сейчас ты чуть-чуть его покупаешь, типа, кажется, что тебе скидка. Поэтому какой обман на Black Friday в Турции? Поднимают цену заранее, как и везде, да, потом, типа, делают на нее скидку. Увешивают всякое старье, что было когда-то не продано, на складах, все стоки свои сливают, пожалуйста. В Сифории, если распродажа Black Friday, она нечестная, потому что в Сифории, вообще, знаете, там маленькие скидки, 30%, 25% у них всегда обычно, 30% редко бывает. А в Black Friday, типа, у них такая скидка из списка определенного продуктов, ну, их очень много там в списке, но все равно, из списка акционных товаров на второй скидка 50%, да. То есть, если тебе нужна палетка, допустим, теней, вот, например, Hudo Beauty, ты ее должна две купить, и тебе дадут 50% на вторую. То есть, по факту, у тебя две палетки будут за 25%, а ты покупаешь два товара. И вам это вообще не выгодно, то есть, надо найти кого-то друга, кому-то тоже этот товар нужен, купить, типа, какая-то скидка получится, но в итоге 25%. Про Сифору скажу, что у них выгоднее скидки, это День Матери, Новый Год, Байрам, вот, был День Турции. Че еще там у нас бывает? День, не, на День Защиты Детей они не делают скидки. Ну, вот, Новый Год, наверное, да, вот такое, день 8 марта, День Матери, 8 марта, ну и все. Вот в эти праздники скидка 25-30%, ну 25%, у них же одна сеть, у них все везде так по миру, 25%. И не надо второй товар, этот у классика разину и так далее. Ну, хочу отметить, у меня просто писали недавно про косметику, тени, палетки там, Худо Бьюти марка Анастасия Беверли Хиллс и Наташа Динона, такие топовые сейчас по миру, да, в основном, которые есть в Сифоре, они здесь дешевле, чем в России. Россия Асифоровская больше накручена. Но другие уходовые средства, знаете почему? Потому что налог на ввоз жидкостей, алкоголь, это духи всякая парфюмерия, он выше, чем на сухие сыпучие текстуры, типа тени. Поэтому тени здесь не такие дорогие, их выгоднее купить здесь сейчас, я тени все здесь теперь стала покупать, не откуда-то везти. А вот жидкие средства, уходовые средства для лица, там, фреш фирма, она очень дранка, элефон накрученная, в два-три раза, потому что налог на ввоз жидкости гораздо выше, и поэтому это влияет на стоимость, это невыгодно здесь приобретать. Вот такая история про Black Friday цены. Расскажите, вот кто живет за границей, у меня есть девочки, кто с Австралии, с Норвегии, с Америки, с Италии и Франции, как у вас с Black Friday? Это реально скидки? Или обман, как в Турции и в России, например, да? Вы чувствуете эти скидки или нет? Это реально работающий инструмент. Здесь есть марки, которые просто делают не 50%, но 20-30% и по-честному. Вот я такие уважаю, к таким хожу. Кто пытается поднять цену выше, потом типа скинуть для ценника красивого, потом типа 50%. И вот это обман вообще, у меня падает доверие к производителю, вообще к таким людям, к таким фирмам потом не обращаюсь. Напишите комментарии, как у вас. Если вам интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, пообщаемся, обсудим эту тему. У меня всегда в инфобоксе моя почта указана. Если вам нужна психологическая консультация моя, пишите в теме письма консультация. Если вам нужно просто рассказать свою историю публично на канале моем, пишите в теме письма история от анонима подписчика. Я вам дам свой публичный ответ, пожалуйста. Спасибо за внимание. Жду ваших писем, комментариев под видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. Продолжение следует...